Время масштабного дорожного ремонта начинается с приходом весны. Особо строгие требования к качеству проводимых работ. В прошлом году в порядок привели полтора миллиона квадратных метров асфальтового покрытия. И сейчас становится видно, как эти дороги перезимовали. Все работы выполнены с гарантийным сроком от двух до пяти лет. Если они не прошли проверку боем, подрядчиков заставят переделывать. Сейчас везде это по части предложения высказал губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин. Сейчас практически везде при ремонте дорог гарантийный срок составляет у нас пять лет. Если мы говорим о больших картах, у нас вообще гарантийного будем ремонта не было, когда мы начинали ремонт. То сегодня на больших картах свыше ста метров погонных, то гарантийный ремонт составляет два года. В Самаре сейчас 156 дорог стоят на гарантийном сроке. Уже понятно, с каких подрядчиков потребуют устранить неполадки. К примеру, это улицы Мичурина и Олимпийская. А в дальнейшем контроль качества будет еще жестче. В год перед чемпионатом мира по футболу городские улицы должны быть приведены в нормативное состояние. Мы сейчас заставляем подрядчиков по гарантийному ремонту, по бюджетному варианту работать летим асфальтом. Ну, точно нужно сделать потом прилично, чтобы мы уже говорили, исправили все эти ошибки. В этом году предстоит выполнить работы в общей сложности на 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Начнется капитальный ремонт Южного моста и путепровода по улице Авроры. Всего в план включены более 50 объектов. Плюс дороги по двухлетним контрактам. Надо закончить те работы, которые начались в 2016 году. На сегодня уже начался ямочный ремонт, но и здесь городские власти требуют работы без брака. Поэтому, если кто-то из горожан обнаружит, что асфальт кладут в лужу, просьба сообщить об этом в мэрию. Такие подрядчики городу точно не нужны. Олег Зверев, Григорий Пельшаков. События.